друзья всем огромный привет я рад приветствовать вас на своем канале меня зовут ксения и мне немножечко сложно сейчас говорить и жестикулировать а все почему потому что я тут затянула себя в общем как только могла делаю себе лифтинг лифтинг косичками с двух сторон заплетенными я сегодня буду выполнять макияж в стилистике визажиста pink mint pink mint это анастасия визажист которая сама родом как я понимаю из новосибирска я вам сейчас вставлю вот сюда вот фотографии референсы на которые я буду ориентироваться в макияже мне очень нравится то что делает анастасия мне кажется что эти макияжи достаточно интересные яркие точно необычные мне очень нравится там узкий нос мне нравится веснушки это такая чувственность да всегда придается с помощью веснушек мне нравится вот эти вот натянутые виски без тейпов да вот я сейчас ориентирую собственно при съемке этого видео на макияж алена погребняк у нее на канале вышло видео где анастасия делает ей макияж и вот собственно пошагово рассказывает о каких-то интересных продуктах и показывает технику как она делает этот макияж и мне очень захотелось его повторить на своем лице и посмотреть что из этого получится бросаю себе так сказать вызов я думаю что вам будет интересно оставайтесь со мной желаю вам приятного просмотра и уже за мою прическу за то что я тут сидела значит смотрите как натягиваются мои виски заметно это нет в общем сначала я здесь заплела себе две косички сделал этот хвост свой высокий с за неимением густых волос это идеальный вариант того что я ожидала собственно того что я сделал и забрызгала баллончиком которым буду рисовать веснушки свои вот кожу головы в общем чтобы не было сильно видно и чтобы смотрелось более менее красиво и симпатично обнаружила клок седых волос на своих висках но я прошу на это не обращать внимание напишите комментариях во сколько лет вы увидели седые волосы на своей голове потому что для меня это просто какое-то начало какое-то начало чего-то в общем ладно все начинаем макияж оставайтесь со мной желаю вам приятного просмотра у меня в духовке стоит курица и надеюсь что съемка видео но мне не сгорит надо мне какой-то таймер что ли поставить и так я уже увлажнила кожу я воспользовалась тоником для лица также нанесла крем вот эмбриолиз флюид light флюид который мне увлажнил напитал кожу нанесла бальзам на губы теперь буду тонировать кожу в видео анастасия первым делом тонирует зону декольте алене и она использует бронзер от эстрад тоже кстати достаточно бюджетный для себя я там где-то себе галочку поставил что надо такое будет приобрести и только после этого она переходит к лицу вот этот тон от инфлюенс бьют я буду наносить сегодня на все лицо воспользуюсь для этого конечно же влажным спонжем хотя кистью мне больше нравится и наносить да давайте все таки я нанесу кистью а спонжем если что уберу излишки и потушу то что нужно потушевать и так набираю на руку с руки на кисть с кисти на лицо переношу то вообще надо сказать что мне очень нравится эстетика пинг-минт надо просто выговорить научиться выговаривать хотя бы для этого видео потому что это очень сложно пинг-минт пинг-минт вот нравится мне вот эти кукольные макияжи нравится мне вот эти вот большие глаза веснушки как я уже сказала вытянутые такие стрелки мне кажется что смотрится достаточно прикольно понятно что это не клиентские такие макияжи да ну как бы я думаю что редко кто придет к визажисту и скажет вот делайте мне такой макияж поскольку все-таки люди нас хотят чего-то более спокойно но мы же с вами здесь не клиентским макияжем занимаемся правда мы с вами творим и экспериментируем вот собственно это отличный повод для того чтобы приобщиться к культуре таких интересных макияжей вообще люблю делать макияжи когда у меня высокие хвосты сразу же все видно лицо легко можно за подкорректировать затонировать и так тон у меня нанесен на кожу и теперь я предлагаю перейти к консилеру почему я использовала именно инфлиенс поскольку это самый самый светоотражающий самый сияющий финиш вот можно было использовать коллаген но чё-то коллаген не уже приелся вот этот вот новенький интересненький мне нравится как он сидит на коже лица моего теперь я хочу а значит каждый слой анастасия фиксирует фиксирующим спреем я буду использовать от эльф она кстати использовала от инфлиэнс бьюти это уже себе на заметочку взяла надо будет приобрести теперь я перехожу к консилеру консилер я возьму у меня нет он использовала the same у меня будет катрис камуфляж я нанесу консилер на синячок сюда причем эту зону нам как раз нужно немножечко чуть-чуть вытянуть мне кажется что этот консилер справится хорошо с этой задачей и все-таки консилер я буду растушевывать спонжиком брови друзья брови у нас широкие и максимально зачесанный вверх зачесать мне поможет брови броу желе от вен сабо и карандаш я буду носить от римель механический вот такой вот у меня его прям последние остаточки вот я думаю что его последний раз сейчас нанесу и уже можно будет отправлять его в мусорку значит как она рисует брови она делает такие прямые штрихи вверх и вот таким образом двигается по всей брови просто будет фиаско если карандаш закончится бровь вторая будет не нарисована итак позвольте мне внести свою лепту я растушевать карандашик на бровях как я вам уже из видео видео рассказывал про этот лайфхак показывала его он реально меня выручает особенно когда брови не густые все пустоты брови тем самым заполняются и теперь фиксирую волоски желе вот этим вот вот вен сабо набираю щеточкой вот так на на щеточку набираю это желе прохожусь по волоскам брови и прямо знаете я хочу оставить брови вот в таком состоянии в таком положении чтобы гель вот этот вот немножечко как бы схватился а потом я просто пустой щеткой вычешу его из своих бровей надеюсь что получится все хорошо и переходим к самому интересному это конечно же контуринг анастасия использует pro makeup lab оливковый контуринг бронзер да такой с оливковым подтоном я же буду использовать инфлюенс бьюти в оттенке 01 вот этот вот кремовый контурный стик буду наносить его на зоны которые необходимо затемнить беру вот такой вот кисть набираю на кисть кремовый контуринг и начинаю со скул так прям провожу веду линию скул к искам делаю эту линию сначала достаточно широко потом мы будем подчищать рассыпчатой пудрой также чуть-чуть затемняю боковые поверхности лба для моего широкого лица это обязательно хотите вам еще один лайфхак покажу чтобы мелкие волоски не мешались берем так вот кисточку с для бровей проходимся по волосам только не путайтесь волос пожалуйста таким вот образом так что у нас там затемнением значит я скорректировала боковые поверхности лба лоб скулы и теперь что самое интересное анастасия затемняет вот эти вот зоны для того чтобы лицо было более стройным что ли наверно проведу сейчас две линии как-то так как-то так напишите в комментариях как вам такой такой контуринг такой эффект теперь конечно же наш подбородок затемняем чтобы никаких вторых подбородков не было видно чтобы все было красивенько и теперь интересно то что делает анастасия я наверное возьму более маленькую кисточку возьму вот такую вот кисточку плотно набитую достаточно и буду прорабатывать височную зону затемнять буду вытягивать эту область к вискам таким вот образом таким вот образом и буду это все дело растушевывать затемнение прям такое знаете достаточно серьезное дело все как показывает нам визажист также пройдусь вот здесь по складочки вот как бы рисую такую дугу что ли от складки к вискам максимально лифтингована тюнингована то же самое дело на втором глазу мне кстати кажется что визуально уже лицо выглядит более стройным слушайте выглядит прикольно мне очень нравится кстати вот такой вот эффект у нас уже получается проработана складка почти да вот это вот место нависания и вытянута зона вот это вот к вискам давайте еще раз подтянем косички смотрите как сильно все натягивается далее давайте сами проработаем сразу же нос мне нужно взять еще более мелкую кисточку синтетическую вот такую вот кисточку беру корректор и что делаю провожу вот прям отсюда прямую линию то же самое повторяю на другой стороне носа прям от бровей фактически знаете я прорисовываю себе новые черты лица и теперь затемняю крылья носа опуская тушевку вниз напишите как вам визуально нос стал меньше ну очевидно что стал потому что я прям сильно вижу что стол нос стал меньше что кстати в интернете ходят прикольные ролики знаете когда себе нарочит и рисуют переломанный нос так прикольно что действительно вот нарисовав пройдясь по сути пару взмахов кистью да вы можете себе ну переиначить как-то правильное строение лица вот в чем сила макияж вообще макияж имеет большую силу макияж прежде всего дарит уверенность в себе вот согласитесь что когда вы идете по улице с макияжем вы несете себя немножко по-другому вы преподносите себя этому миру когда вы без макияжа вы чувствуете себя ну чуть менее уверенными что ли ну по крайней мере не знаю у меня так если я такая вся расфуфыренная на фуфырена иду красивая при макияже в какой-то красивой новой одежде на мне что-то прикольное классное то я себя и людям преподношу по-другому и мне кажется что ну в общем от макияжа очень многое зависит по крайней мере для девушек губы контурируем также мы губы что очень важно я беру также набираю контуринг прохожусь вот здесь вот по центру губ таким вот образом и верхнюю губу прорабатываю прям не стесняясь наношу скульптор на всю верхнюю губу дальше мы с вами будем рисовать за контурочек губы максимальный лифтинг максимальный и так дальше все необходимо зафиксировать сухим продуктом что я выбираю я выбираю палетку от стеллари вот этот вот свет контурирующий вот им собственно и буду все это дело фиксировать также маленькую кисточку это же возьму и фиксирую все на висках по губам маленькой кисточкой также пройдусь по крыльям носика такую вот скушенную кисть возьму и прохожусь по усколам и камера вот я сейчас смотрю в зеркало я вижу экран и он делает более все темным что ли в жизни как будто бы это не выглядит так темно как на камере я не знаю я не знаю я надеюсь что все получится норм не знаю как будто вы знаете я уменьшил экспозицию все такое стало более темным нет у нас просто нового черты лица так теперь я еще раз пройдусь фиксирующим спреем пудру анастасии используют с легким оттенком рассыпчатый у меня же такую нет у меня есть прозрачная рассыпчатая и прессованная просто оттенком поэтому я знаете как сделала я возьму пушистую кисть и и сделаю микс из прозрачной рассыпчатой так вот насыпаю небольшое количество в крышечку и также возьму вот эту пудру возьму такую кисточку пушистую набираю так на кисть пудру вот это вот и опускаю кисть просыпчатую пудру и прохожусь вот так вот ниже скул да конечно сюда хорошо бы подошла какая-то пудра все-таки с цветом действительно я соглашусь потому что выглядит все так себе давайте попробуем сделать что никогда так не пробовала делать но повторюсь мы же сами здесь экспериментируем поэтому будут такого рода эксперименты у меня даже знаете что мне хочется сделать возьму вот такую вот кисточку нанесу пудру смешаю с рассыпчатой и так вот здесь вот высветлю вот эту зону чтобы еще более создать эффект лифтинга и почистить вот это вот пространство вообще вообще у меня есть белый стик я знаете как что могу сделать вот так вот пройтись этим стиком таким вот образом по границам затемнение чтобы еще острее сделать форму лица и растушевывать все будет такой вот кистью это уже такое мое новшество мне кажется но сюда хорошо подходит так теперь растушеваю такие полосы чтобы я не было бобро и вот такая вот схема контуринга у меня получилась мне нравится прикольно прям такой сильный фейс лифтинг что делаем дальше переходим к глазам значит стрелы она начинает рисовать стрелы нарисую черным карандашом от ламель у меня такой имеется у меня нависшая века у алена тоже немножко нависшая века она так ловко как-то вот огибает эту складку и так ловко на и прорисовывать чуть-чуть растушевывая верхнюю границу что получается ну прям прикольно мне понравились стрелки я попробую сделать то же самое вы пожалуйста поставьте лайк этому видео за мои старания у нас должно что получится при открытом глазе стрелка должна быть прямой при закрытом глазе она должна быть изогнута я если честно такие стрелки ни разу себе не рисовала и это будет интересный опыт для меня и так что я делаю сначала рисую направляющую тут у меня в принципе легко потому что я уже тут себе рисовала вверх смотрящей линии и я собственно должна нарисовать такую же но стрелки конечно такие достаточно массивные достаточно массивные мне кажется что у меня они вообще могли бы идти вплоть до уголка брови и вообще кто нам сказал что мы должны ограничиваться только вот углом брови да можем рисовать себе сколько захотим собственно ладно рисуем значит при прямо смотрящих глазах а вот в чем секрет посмотрите теперь да я ее должна заполнить вот это как работать я поняла вот посмотрите какого формата получилась стрелка слушайте прикольно мне нравится и теперь вывожу ее на подверное веко тут наверное мне следовало бы взять кисть не стараться что-то нарисовать себе и чуть-чуть подтушевать стрелочку так теперь мне нужно довести эту стрелку до идеала пока я не хочу ничего трогать здесь потому что хочу не хочу делать слишком широкие стрелки вот в этом месте да и мне нужно будет как-то красиво ее подоформить я посмотрю как это делает еще анастасия и сделаю в общем сделаю это позже так второй значит глаз я прорисовываю сначала карандашиком мне кажется что у меня получились стрелки такие вот в стиле пинкоминт так прорисовываю второй глаз и собственно пройдусь также по верхней слизистой глаза чтобы все смотрелось красивенько также кисточкой и этим же черным гелевым карандашиком подложу прям саму слизистую и и теперь беру опять вот эту свою маленькую кисточку и маленькой кисточкой подрастягиваю эту шовку немножечко карандашик так далее следующее что делает анастасия на образовавшийся серый цвет на границе стрелки значит дублирует сухим продуктом скульптором можно же взять тени можно взять скульптор я возьму скульптор возьму кисть бочонок вот такой вот и прохожу скульптором по границе чтобы сделать вот это вот коричневую часть более теплой но все должно быть красивенько и тут главное не залезть на черную стрелку чтобы не сделать грязь в конечном итоге да так и по моему мне не хватает по моей складке коричневого оттенка поэтому я возьму более пушистую кисть на такую вот пушистенькую кисть возьму также возьму скульптор и пройдусь по складке века чтобы у меня вот здесь была такая вот единая картина да чтобы не было никаких четких переходов не было четкого обрывания цвета то есть цвет заканчивается интенсивный и как бы все нам этого не нужно мне прям очень нравится я вам честно скажу что получается я себя такой еще не видела и мне прям нравится то что я вижу так и скульптор еще раз потушу вот это вот место чтобы все было аккуратненько то есть по сути тут растушеванная стрелка получается не на всей протяженности стрелки только вот локально в месте где стрелка переходит на само подвижное веко чуток это вот знаете пару слов о моей так скажем заинтересованности в том чтобы снимать и делать какое-то какие-то новые видео делать контент вчера вечером уснул уже мой сын уснул уже мой муж я вижу что вот у алены выходит это видео я просто начинаю его смотреть я смотрела там не знаю до половины двенадцатого по-моему вечера уже все спят и просто я сидела Schmidtler и сразу же проецировала то что делает Настя на свой макияж и думал так вот здесь у меня есть такая кисточка я возьму вот эту кисточку так здесь у нее есть такой продукт я возьму вот этот продукт ссылайте я сидела вчера вечером в ночи и раскладывала вот этот макияж прям по полочкам так как это сделаю я и так как я это сделаю на себе и сейчас тоже днем все утром я ходила такая заряженная думал так сейчас у меня сын уснет Вот я сяду и начну снимать. И вот я здесь, и вот я уже почти нарисовала эти стрелки. Мне безумно нравится результат. И самое главное, что я реально получаю наслаждение, удовольствие от процесса. Это самое главное. Поэтому ищите всегда то, что вас мотивирует, то, что вас заряжает, и то, что вас вдохновляет, то, что вам придает силы, какой-то внутренней энергии. Вот там, мне кажется, путь к успеху всегда. То есть через вот такие вот вещи. Поскольку я тоже офисный сотрудник по образованию. Как вы знаете, я маркетолог. И порой в некоторых местах своей работы я сидела и понимала, что я просто сейчас прожигаю время нового. Я ничего не учусь. Никакого развития дальнейшего я не вижу здесь. Я сижу. Сижу, потому что якобы стабильность, потому что как будто бы надо, потому что как будто бы я здесь и сейчас. И вроде бы как бы все неплохо. А вот пойти куда-то, а вот страшно, а вот начать, а вот что сделать. Я очень благодарна вообще судьбе и своей жизни, и своей семье. За то, что они меня поддержали. Я благодарна маме за то, что она меня поддержала в этом пути блогерства. Благодарна мужу. Муж вообще у меня мой человек, который приходит каждый день с работы и говорит, ну что, звезда моя, ты видела, сколько у тебя просмотров? И он больше мониторит просмотры роликов, нежели там я, допустим. И меня это так заряжает, и меня это так вдохновляет. И я хочу реально делать больше, лучше, качественнее. И вот здесь вот развиваться. Я просто вот в восторге. У меня горят глаза. И хочется больше, 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 больше и больше. Но, к сожалению, пока не могу делать больше, потому что я мама. Я еще на полставки работаю удаленно в месте, где я работала до декрета маркетологом. Я мама, я, значит, маркетолог, я жена, я хозяйка, я дочь. У меня есть все равно какие-то такие дела. Поэтому вот, ну, делаю настолько, насколько позволяет мне сейчас время, ресурс, силы. Фух, хотелось бы чуть-чуть больше, честно вам скажу. Мне нужна кисть скошенная прямая, она у меня есть для того, чтобы подчистить вот эту вот нижнюю границу. И я знаю, что вот у визажиста, у Пони Рома, у него вышла новая коллекция кистей. Мне бы, конечно, очень хотелось попробовать эти кисти, но они достаточно дорогостоящие. Ценник такой, там, знаете, приличный. И вот там есть кисть такая широкая, которая одним взмахом чистит все вот это вот подстрелочное пространство. Вот я бы очень хотела бы себе эту кисть заиметь. Вот, ну, может быть, может быть, стоит подумать в этом направлении, чтобы приобрести себе эту кисточку. И я, кстати, здесь это делаю, потру со стрелкой, потому что я слишком ее срезала. Самый крутой трюк, который я подсмотрела вот у Анастасии, это рисовать стрелку на прямо смотрящих глазах. Вот это реально круто. И мои нависшие веки не становятся каким-то источником затвора, источником затыка. Я не знаю. Ну, короче, не тормозят процесс рисования стрелки. И смотрится все очень даже круто и классно. Остается только делать. Делать, делать и делать. И знаете, что мне хочется еще сделать? Все-таки небольшое тоже добавить такое вот свое, привнести в этот макияж. Мне хочется нанести еще какой-то более коричневый оттенок на границу тушевки, чтобы еще сильнее все смягчить. Мне кажется, что этого требует мое строение глаз. Поэтому здесь это будет уместно. Таким вот образом я прорабатываю стрелку и... Ой, прорабатываю складку. И от складки этот оттенок увожу вот сюда вот в растушеванную стрелку. Вот. Вот так вот, да. Вот так получается круче, на мой взгляд. То есть это чуть-чуть более теплый оттенок. Так, вы знаете, мне не очень хочется прорабатывать здесь внутренний уголочек глаза. Я его оставлю непроработанным. А просто доведу вот эту вот верхнюю линию стрелки. Просто доведу его до угла глаза. Чтобы все смотрелось гармонично. А прорабатывать внутренний уголочек я не буду. Потому что мои глаза, ну, как бы, как будто бы немножко они становятся меньше и сужаются чуть-чуть. Останется добавить реснички в мой макияж глаз. Что я хочу здесь делать? Ну, сначала, наверное, я прокрашу ресницы обычной тушью. И еще один, кстати, крутой лайфхак, который подсказала Анастасия в этом видео с Аленой. Это нижние ресницы прорабатывать водостойкой тушью, которая снимается чулочками. А верхние ресницы прокрашивают просто обычную тушь, которая смывается водой. Я, признаться честно, не очень люблю пользоваться водостойкой тушью. Особенно на каждый день. Меня раздражает ее смывать долго. Вот. Но сегодня исключение, сегодня я сделаю. Возьму тушь, это Венсабо Кабаре Латекс, которая была в коллаборации с Гуар Аветисян. И проработаю нижние реснички. Удобно именно нижние реснички прокрашивать такой кисточкой, щеточкой. И теперь верхние реснички прокрашиваю. Я возьму тушь от Catrice Max It. Прокрашиваю достаточно обильно верхние реснички. И для еще более эффекта вау, я, конечно, добавлю ресницы. Могла бы добавить пучки, но пучки я не хочу добавить долго. Могла бы добавить вот такие вот реснички, но, мне кажется, тут тоже прям такой забор из ресниц. Добавлю я вот эти вот магнитные от Essence. Они мне, честно сказать, очень сильно выручают, потому что я снимаю видео. Вот я сняла видео и пошла заниматься своими делами. Сняла вместе с отснятым видео эти реснички быстренько, да. И они мне не мешаются. А если это будет... Ой, это нижние ресницы. А если это будут пучки, то с ними придется ходить еще целый день. Поэтому я сделаю магнитные реснички. Вот как-то так. Посмотрите, насколько преображают накладные ресницы. Просто каждый раз не перестаю этому удивляться. Когда нанесешь ресницы, сразу такой эффект. Дальше переходим к самому интересному. Это губы. Выйдем за контурочек, нарисуем такие объемные губы. Значит, макияж губ Анастасия делает карандашиком от El Corazon 254. Я его заказала вчера в 12 часов ночи с Ozone, потому что новообраз не было. Вот. Но у меня есть что-то похожее. Что-то похожее. Это, значит, карандашик... Ну, во-первых, Mistace 702 и Mistace 780. Мне кажется, что комбо из двух карандашей на губах будет смотреться неплохо на моих. Итак, прорабатываю контур губ карандашиком от Mistace в 702 оттенке. И начинаю прорабатывать контур, выходя за контурок. Как видите, яркий карандаш, конечно, сильный. Я возьму кисточку и подрастушую этот карандашик. Сделаю менее ярким оттенок. Чуть-чуть пройдусь вот так вот сверху по губам спонжем. И возьму все-таки карандашик в 780 оттенке. Нет, я сначала все-таки этим же карандашиком 702 проработаю нижнюю губу. Контур. Чуть-чуть от уголков губ стушую карандаш к центру. И заполню всю поверхность губ. И теперь еще один трюк, которому прибегает Анастасия, это ластик. У меня тоже есть такой карандаш, только он не от Essence, а он от Golden Rose. И сейчас прорабатываю вот так вот нижнюю границу головы этим карандашиком. Также другую сторону. И чуть-чуть вот здесь вот. Вот, маленькая кисточка, растушаю этот карандашик, чтобы не было никаких четких границ. Так, и что, и веснушки. Настало время веснушек. Так, белая футболка и веснушки. У меня сейчас будет стресс. Ну ладно. Я точно должна справиться. Надеюсь, не ухандохать в футболку. Что нам поведала Анастасия в этом видео, это то, что мы должны делать веснушки вот такими трясущимися руками. Значит, прячу свою белую футболку. Ух! Как вам, друзья? Крупновато немножко получились. А так, в целом, мне прям нравится. Знаете что? Мы с вами не добавили хайлайтера. Я все-таки предлагаю капелюшечку его добавить. И не добавили мы румяных. Их тоже надо было добавить, конечно, под веснушки. Но ладно. Добавим сейчас на веснушки. Значит, возьму кисточку и румяшки. И вот так вот чуть-чуть прихлопывающими движениями наношу их, вытягивая к вискам. У меня это румяна у Диваш в оттенке 8701. И хайлайтер. Хайлайтер я буду использовать сегодня от Вивен Собо. Что-то у меня сегодня много продуктов надо сказать от Вивен Собо. Возьму кисточку. Вот такую вот свою любимую. Возьму, наверное, какой? Золотистый взять или более светлый? Наверное, все-таки возьму золотистый вот такой вот хайлайтер. Нанесу его чуть-чуть вот сюда, не выводя его выше. Такой вот эффект холеной кожи этот хайлайтер дает. Мне он очень нравится. На кончик. И на переносицу. Ну что, друзья, я также надеюсь, что этот видеоролик был для вас интересным и полезным. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Я желаю вам всего самого лучшего. Не бойтесь творить и экспериментировать. И через образы познавайте себя с каких-то других сторон. Несите себя этому миру уверенно. Никогда не расстраивайтесь. Всегда улыбайтесь шире. И мир засияет совсем другими красками. Всем пока-пока.